В нашем регионе продолжается акция «Дорога в школу». В ее рамках в трех селах провели выездные автолавки. Организатором выступило Управление образования. Школьная и спортивная форма, тетради и ручки, канцелярские принадлежности. И все это жители Розовки могли приобрести в своем родном селе. На территории местной школы предприниматели из областного центра развернули небольшую ярмарку. Вероника Найденко – мама пятерых детей, трое из которых еще школьники. По ее словам, односельчанам такие ярмарки нравятся. Очень хорошая идея – организовывать вот такие вот школьные ярмарки. Потому что многим родителям неудобно выезжать в город, всех детей с собой везти, на дорогу деньги тратить. Здесь цены более-менее приемлемые, удобно вот так вот. Каждый год вот эти вот ярмарки проводят. Моих детей трое учатся здесь в школе. Ну, в принципе, я уже до этого приобрела. Здесь кое-что еще докуплю, то, что забыла. Девятиклассник Анатолий Чубков на этой ярмарке стал обладателем нового школьного рюкзака. Он вместительный, удобный и практичный. Рюкзак, в принципе, очень хороший, объемный. Очень хороший рюкзак, объемный. Ну, мне нравится. Для школы в самый раз классный. И учебники? Да, и учебники, да, и карандаши. Все вместе с пеналом идет еще. А старый что было? Со старым? Со старым он уже не такой этот. Конечно же, лучше. Всего в Павлодатском районе 4 070 учеников. В том числе около 600 из социально уязвимых семей. За счет фонда всего обуча оказана помощь 300 детям на 16 миллионов тенге. А спонсоры выделили 3 миллиона тенге для 240 школьников. Безусловно, такие ярмарки ощутимы о подспоре для тех, кто готовит детей к новому учебному году. Акция «Дорога в школу» проводится с 1 августа по 30 сентября. В текущем году акция проходит под девизом «Твори добро». Основная цель акции – это показание материальной поддержки детям из малобеспеченных, многодетных семей, детям-сирытам, детям, оставшимся без попечения родителей. Также является основной причиной – это предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам. В рамках акции у нас запланирован ряд мероприятий, то есть это школьные ярмарки, выездные автолавки. Вот сегодня управлением образованием проводится выездная автолавка в село области. Для участия в автолавке данной мы пригласили предпринимателей города Павлодара, организовали для них автотранспорт. Они будут реализовывать свою продукцию, это вот именно школьная форма канцелярской принадлежности для населения сел по сниженным ценам. Помимо розыки, такие же школьные ярмарки сегодня провели в Новочерноярке Павлодарского района и Шелкудоке, сельская зона Аксу. Мурадь Беломожит, Айбек Газис и Эта Сакпарат.